Привет, обидатели интернета и мобильных сетей! Это Droider.ru и сейчас мы будем отвечать на наши вопросы. С вами Валерий Истышев и Борис Иденский. На наши сами себе будем задавать вопросы. Ваши вопросы. И почему мы это делаем? Потому что несколько выпусков назад в Droider Show мы обещали, что положим вот этот смартфон Asus Zenfone 3 Max. В течение очень продолжительного времени он должен был лежать и отвечать еще на ваши смс-ки с помощью специального автоответчика. Без зарядки. Вот, короче, сколько он прожил, мы скажем чуть позже. Вы знаете. Мне кажется, у нас ни разу не было такого, чтобы мы, типа, садились и отвечали на вопросы. Не было, да. Поэтому уникальный. С дебютом вас, друзья! Ура! Поехали! И сразу вопрос в лицо. Ты пингвин? Смотря сколько выпить. Привет! Могу я узнать, что по вашему мнению лучше и почему? iOS или все-таки Android? Мне кажется, холивар этот уже начинает устаревать, потому что iOS и Android настолько в засос стремятся друг к другу и тырят фишки друг от друга и становятся похожими во многом. Ну, там, по-моему, все знают, что, конечно же, iOS лучше. Ну, понятно, что главное все-таки, наверное, как критерий выбора, это экосистема и то, какие фишки и сервисы тебе больше нравятся, с какими комфортнее, где у тебя больше куплено музыки и приложения. Да-да-да, и к тому же, естественно, это вкусовщина. Причем, мне кажется, что людей, которые приходят с Android на iOS, больше, чем людей, которые приходят с Android на Android, потому что просто средний ценник Android ниже. Да. И поэтому первый смартфон человека, скорее всего, это Android, потому что он дешевый, он ребенок, ему купили смартфон дешевый, ты не будешь покупать ребенку дорогой смартфон. И некоторым нравится их дешевый Android вначале, если он был хороший Android, и они остаются на Android, а некоторым достается какой-нибудь такой китайский плохой iPhone, такой iPhone, китайский плохой Android, и они хотят перейти на iPhone, потому что хотят... Все iPhone'ы китайские. То ты по гороскопу, я рыба. Я стрелец. Я дева. Мне очень обидно за змееносца, потому что... Ну вот, недавно была новость про то, что, оказывается, зодиакальных по созвездию 13. Ну, месяцев-то 12. Их 13, а месяцев 12. Надо было еще один месяц придумать. Какой-нибудь тренвай. Или когда он там змееносится? В летом где-то. Кто по зодиакам на вашу смартфон, интересно? А, может, его спрашивали, на самом деле? Тут не сказано даты. Но, возможно, он змееносится. Давай уже расскажем немножко про этого друга. Он отвечал все-таки на все ваши вопросы и принимал вопросы. С дизайном у Zenfone 3 Max все в порядке. Конечно, он не такой яркий и стильный, как топовый Zenfone 3, но корпус из металла. Похоже, кто-то уже проверял, гвозди забивал, вон вмятина осталась. Толщина 8,5 мм. Это-то при батарее 4 130 мАч. А вес 148 граммов. Разъем для наушников имеется. Правда, зарядка не через USB Type-C, а через старомодный microUSB. Еще и расположен он как-то сбоку. Работает смарт на Android 6 с оболочкой ZenUI 3 с множеством фишек, часть из которых бесполезна, а часть может пригодиться. Первая рекламная пауза закончилась. Следующий вопрос. Вопрос абсолютно технического характера. Почему ты любишь кепки? Очень удобная вещь. Можно записывать ролики, не помыв голову. А если Боря вдруг облысеет, ну в каком-нибудь том месте, то никто об этом не узнает. Хорошо, а зачем тогда для этих целей 30 кепок? Можно спросить. Это здесь я зависаю на этом моменте. Вопрос про Google. Мы не могли пропустить вопрос про Google. Представит ли Google свои Google Glass в 2017 году? Вот то, что Майклс показывает, HoloLens, это очень похоже на развившуюся такую версию Google Glass. Ну а как-то они развились в такую огромную штуку, одну зону на голове еще более ужасно смотрят. За зону больше умеет. Но а идея же не в том, чтобы она хорошо смотрелась. Они же сейчас ее двигают для предприятий. Я вот совершенно не жалею, что я купил Google Glass за сколько? За полторы тысячи долларов. И это было вложение какое хорошее. Знаешь, сколько сейчас доллар стоит? Тем не менее, Google Glass в 2017 году представит свой прогноз? Я думаю, что... Венера в Даке. Давай. Они представят очки, которые будут для производства тоже. Не такая консюмерская версия. Они собираются их представить. Скорее всего, это будет примерно такой же дизайн, сейчас есть. Они просто здесь так потихонечку-то для производства. Но ничего нового не будет. Никакой инновации. Передайте привет Станиславу. Давай, передавай пока. Я расскажу, что внутри телефона. Экран у Zenfone 3 Max тип IPS 5,2 дюйма разрешения HD. Но зато он яркий. Его прикрывает стекло с закругленными краями по бокам. Примерно как у iPhone. Внутри стоит процессор Mediatek MTK MT6735. 5 оперативной памяти 2 или 3 гигабайта. 16 или 32 гигабайта внутренне. Поддерживаются две сим-карты micro и nano. И один из слотов также используется для карты microSD. В общем, средняя конфигурация, но зато это тоже играет в плюс для энергоэффективности. Из фишек есть сканер отпечатков пальцев, срабатывает быстро, располагается на задней стороне аппарата. Это уже как стандарт для Android-девайсов. Что касается камер, на 13 основная и на 5 мегапикселей фронтальная. Снимают они обе неплохо, ну, так сказать, средний. До флагманов, конечно, далеко, но это и не тот сегмент. Ведь и цена аппарата колеблется от 10 до 13 тысяч рублей. Станислав, ты бро! Такой вот привет. Надо людям передать. Боро. Как вы относитесь к предстоящей презентации Apple и ждете ли вы что-нибудь от нее? На следующей презентации Apple покажет, возможно, покажет безрамочный iPad. И это мне кажется интересно. Ну, как я... И зачем? Зачем планшет безрамочный iPad купил тебе твой дед? Да. Ну, на самом деле, представят новые iPad Pro. Возможно, какие-то из них будут безрамочные. И я думаю, что Apple сделает нормальный безрамочный планшет, потому что они уже делали, вот когда на миник первый сделали, когда появились маленькие рамки вокруг экрана и когда ты его не держишь. В любом случае ты задевал экран пальцем, они это учли в iOS и это как бы нормально работало. Ну, если будет такое ПО и оно будет сильно работать, то почему нет? А, да, еще прикольно же можно составлять несколько планшетов. Например, десяток планшетов Apple купил и сделал их в видеостену. У тебя нету между ними никаких этих принжетчиков. И продал квартиру. Какой, по вашему мнению, актуален смартфон для гика? А мне кажется, что это такой Android, в котором, знаешь, все экраны забиты огромными виджетами с очень маленьким шрифтом, на которых выводится куча какой-то информации. И все приложения запускаются через терминал. Просто в Android очень много некрасивых приложений в Android Market. Реально люди, которые, ну, видимо, делают программисты, которые не зовут дизайнеров. Это очень странно. Когда я искал приложения для автоответчиков для этого телефона, я нашел столько некрасивых автоответчиков. Конечно. Но один из некрасивых автоответчиков работает. И главное, все эти, многие из этих приложений имеют отличный рейтинг. Вот это меня особенно удивило. Подержи немножко слепо, а то я вообще... Ах, как тяжело! Не, на самом деле, вот, кстати, концепция именно смартфона для гика, мне кажется, ближе всего подошли вот с модульным телефоном Project Aria. Ты можешь сам собрать себе из разных модулей смартфон. Ну, куда уж более гикого. Что ты запишешь? Я пытаюсь перевоплотиться в гика и понять. Перевоплотиться, тебе перевоплощаться мне надо. Ну, я ги-хипстер. ги-хипстер такой. Еще вопрос. Расскажи мне анекдот. Мне кажется, анекдоты перестали рассказывать. Ну, по крайней мере, в моем окружении не было такой ситуации, чтобы кто-то сказал «Ребят, ребят, идите сюда, сейчас расскажу анекдот». И как раз недавно я сидел в баре, чувак незнакомый подошел и, ну, узнал меня и что-то мы разговорились-изговорились. Такой кахмач, кахмач. И он такой «Я знаю кучу анекдотов!» И я прям «Буда бежать?» То есть я подумал во-первых, человек знает анекдоты, во-вторых, человек их рассказывает сейчас в 16-м году. 2К-16. А знаешь, во что сейчас анекдот превратились? В мемы. Да, в мемы, которые посылают просто через мессенджер в такую маленькую шточку. Вот это анекдоты в наше время. Трансформировалась культура. Да, по поводу, кстати говоря, тех людей, которые написали сообщение на этот телефон в период того, пока он жил и не получили ответ. Такие есть, к сожалению. Это было связано с тем, что когда в самом начале мы запустили в шоу саму вот эту активность, пришло очень много сообщений и оператор, который там был вставлен, он подумал, что это спам и заблокировал эту симку, похоже, именно на отправку смсов. Потом, когда я вернулся уже, все уже заново начало отправляться и даже некоторые сообщения старые там отправились. Но кто-то, может быть, не получил, так что сори. Но он старался как мог порядка 500 или 600 смсов отослал. Следующий вопрос. А кто, по-твоему, лучший смартфон на планете? Спасибо коллегам из Asus за то, что прославляли этот вопрос. На самом деле, лучший смартфон выбрать каждый человек должен, наверное, для себя сам, потому что сейчас очень большое многообразие телефонов и при этом сейчас смартфонстроение дошло до того уровня, что все практически Android-смартфоны уже не тормозят, даже недорогие. Если сравнивать это вот с тремя или четырьмя годами ранее, что происходило с индустрией, когда там все лагало, вылетало периодически, особенно на дешевых трубках, всего этого уже нет. Google не успевает пилить новый Android таким, чтобы он лагал на старых смартфонах, понимаешь? Не успеет пилить новые лаги. Они такие, черт, опять Snapdragon обновился, блин! Если мы раньше всегда рекомендовали брать вот именно самые флагманские устройства, где полный фарш, мы по-прежнему ими пользуемся. То сейчас в России кризис. Да, сейчас в России кризис. Грустно, потому что некуда дальше расти, где там, где наши ядра, где наши гигагерцы. Телефон прожил где-то 17 дней в режиме ожидания, то есть с 18 октября выхода шоу примерно до 3 ноября, а может даже и на день или парочку больше я не отследил, когда он вырубился. Не каждая кнопочная Nokia так может, я вам скажу. Все это видно на скриншоте. Да, это меньше заявленных 30 дней, но надо учесть, что на аппарат постоянно приходили сообщения, иногда кто-то пытался дозвониться. Кроме того, телефону приходилось постоянно отвечать на сообщения, и для этого в бэкграунде висело специальное приложение, которое тоже неплохо отжирало батарейку. Чуть не забыли еще про одну Uber-фишку. Большую батарейку Zenfone можно использовать как пауэрбанк, то есть заряжать аксессуары или другие смартфоны прямо от этого смартфона. Для этого в комплекте идет OTG-переходник, в который можно воткнуть любой кабель зарядки. И вот, наконец-то, мы раскрыли тайну, тайну всего этого видео. Две недели в замкнутом помещении без еды и питья. Такое же наказание вас ждет, если вы будете делать со своим смартфоном все, что угодно. И особенно снимать это на видео. Спасибо вам, что присылали вопросы, и я думаю, мы еще устроим какие-то похожие форматы. Самое смешное, было очень много вопросов не нам, а телефону. Некоторые спрашивали у него, сколько у тебя процентов, как дела, как живешь, и продолжали с ним общаться. Тот-то периодически отвечал, но отвечал всегда одно и то же, потому что я же это полон сил. Ну что ж, еще раз спасибо всем, не забывайте подписываться на наш канал. С вами были Валерий Истишев и Борис Веденский. Это Droid.ru и мы отвечали на ваши вопросы не без помощи вот этого смартфона Asus Zenfone 3 Max. Ке. Максимка. На этом все. До встречи. В будущем. Я не знал, что эта штука могла стрелять. Я просто... Прикинь, какое лего начали делать. Я в шоке был, когда я собирал это. Лего, который стреляет.